Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое комбинация и как вообще использовать комбинации для выигрыша фигур или пешек. Конечно, можно применять комбинации и в целях поставить мат, более того, обычно как раз таки матовые комбинации становятся героями красивых журнальных статей и книг. Но сегодня мы поговорим о комбинациях, целью которых будет выиграть пешку или фигуру. Итак, какие есть способы выиграть фигуру у соперника, который не хочет эту фигуру или пешку проигрывать? Как вообще можно что-то лишнее выиграть у соперника? Итак, есть три способа. Первый и самый естественный способ это напасть на фигуру соперника. Вот, например, посмотрим на позицию. В этой позиции белые могут пойти фигуру и выясняется, что белые напали, тут нам даже компьютер показывает, белые напали на слона. И, кстати, одновременно белые напали на пешку. Теперь два нападения на пешку ф7 и только одна защита. То есть не простое нападение белое сделали, а даже двойное, от которого тяжелее, намного тяжелее защищаться. Способ нападать на вражеские фигуры в принципе нормальный. Чего-то плохого он нам не принесет, но если мы будем играть с сильным и умным соперником, то этот способ также маловероятно, что принесет нам успех. Ведь даже против такого страшного двойного нападения, которое сделали белые, черные могут спокойно пойти в ферзь d7 и защититься. И выясняется, что пешку теперь бить невыгодно, ну а про слона я вообще молчу. То есть выясняется, что способ нападать на фигуры соперника нормальный, но не всегда работает. Какой еще есть способ? Давайте посмотрим. Некоторые шахматисты, особенно начинающие, часто приходят к тому, что когда они уже понимают, что нападения их не всегда работают, соперник защищается, они предлагают сопернику часто съесть свою более дешевую фигуру, надеясь, что соперник съест. А они потом съедят на этой же клетке более дорогую фигуру соперника. Вот пример в этой позиции. Я часто в похожих позициях вижу ходы вроде g4. Причем цель у этого хода следующая, как мне объясняют. Ну как же? Вот сейчас конь ест нашу пешку, а мы потом едим коня. Выгода. Мы выигрываем коня за пешку. Но есть одно такое обстоятельство, которое превращает ход g4, ну конкретно здесь, в плохой. Что это за обстоятельство? А обстоятельство такое, что кушать соперник не обязан. Да? Ведь что будет, если черные, допустим, сделают тракировку? Да ничего белые не сделают. Черным наоборот, только пошли пешкой и ослабили своего короля. Вообще как бы пешками от королевской крепости выходить далеко не следует. Но это тема, конечно, совсем другого видео. Но сам факт, что вот подобные ходы вроде g4, они работают гораздо реже, чем нападение. Если уж выбирать напасть на фигуру соперника, например, ферзь b3, да? Или предложить вот такую жертву, когда мы с помощью этого хода сами ничего не выигрываем и надеемся на глупость соперника, то лучше уж просто нападать. Да? Потому что надеяться на глупость соперника – это тоже глупо. Но есть еще и третий способ выиграть лишний материал. Третий способ – это провести комбинацию. И это, на мой взгляд, самый лучший способ. Давайте посмотрим на эту позицию. Как мы выяснили, простое нападение не работает. Такая непонятная хитрость вроде g4 и подавно не работает. Но в этой позиции белые могут побить пешку. Белые, казалось бы, отдают слона за пешку. Но после того, как соперник скушает слона, белые могут с помощью шаха отыграть слона обратно. Если мы сейчас внимательно посчитаем фигурки и пешки, то выяснится, что с помощью последних трех ходов белые выиграли пешку. Это и есть комбинация. Что же такое комбинация? Есть научное определение такими умными страшными словами, которые сформулировал шестой чемпион мира Михаил Ботвинник. Комбинация – это форсированный вариант с жертвой. Что имел в виду Ботвинник? Ботвинник имел в виду, что чтобы сделать комбинацию, надо пожертвовать свою фигуру, а потом с шахами ее отыграть. Форсированный – это значит с шахами и со взятиями. Как можно это сформулировать? Простыми словами. Мы отдаем свою фигурку, а потом с помощью двойного нападения, вот что немаловажно, с помощью двойного нападения мы ее отыгрываем. То есть, если вдруг мы решим, что комбинация – это отдать слона, а потом напасть не сразу на короля и на слона, а, например, только на слона, то это не будет комбинацией. Это будет, можно даже сказать, глупостью, потому что слона мы отдали, а дальше нападаем только одиночным нападением. После комбинации, после жертвы в комбинации, точнее, надо нападать именно двойным нападением. Вот когда мы отдали фигурку и потом сразу на две фигуры соперника нападаем, вот это и будет комбинация. Итак, еще раз, почему комбинация лучше, чем простые нападения? Да, потому что от комбинации защищаться сложнее, да? Ведь, например, если мы пожертвуем свою фигуру, а жертву соперник не примет, да, вот совсем простыми словами комбинация – это когда мы жертвуем фигуру, а сопернику и принимать жертву плохо, потому что мы фигуру отыгрываем и остаемся с лишней пешкой, да, но и не принимать жертву тоже плохо. Например, король спокойно уйдет от шаха, да, что мы можем делать? Мы не должны дальше нападать, ведь если нашу жертву не приняли, мы можем уйти обратно. И что выясняется? Если мы посчитаем фигурки, то выясняется, что мы опять же с лишней пешкой остались. То есть комбинация – это такой вариант, когда мы жертвуем фигуру. Если нашу фигуру забирают, мы с помощью двойного нападения либо равную, либо более дорогую фигуру отыгрываем. А если нашу фигуру не забирают, то мы, поскольку жертвовали фигуру с шахом или со взятием, мы спокойно отходим назад и остаемся с лишней, да хотя бы и пешкой. Вот что такое комбинация.